доброго дня друзья это георгий вербицкий наш еженедельный обзор основных финансовых инструментов на которых собственно мы планируем заработать не могу сказать что сейчас какая-то супер интересная ситуация острая да все достаточно спокойно даже можно сказать скучно мы упали отскочили и замерли некоторые неопределенности покупать уже поздно для того чтобы шортить особо причин нету ну давайте начнем 1 инструмент это s&p 500 вот он меня на картинке то есть вот этот диапазон который я рисовал в предыдущий он естественно уже не веря но другой я пока не буду рисовать потому что пока мы его не видим да честно говоря не знаю что будет происходить в американской экономике дальше но факт тот что рынке они немножко всегда заглядывают будущее они прайсят некое восстановление может быть даже v-образная кто знает вероятность этого я оценивал как небольшую но пока что мы в общем то даже чуть чуть выше чем середина вот этого вот общего большого движения вниз на мой взгляд рынок дороговат откровенно говоря то есть по факту мы находимся сейчас на уровне октября 19 года когда и так все в общем то было перекуплено достаточно сильно да конечно большие деньги влились этим собственно и можем объяснить тот рост рынка и те уровни которые мы видим сейчас то есть просто печатанием денег но проблема никуда не делись очевидно что какого-то супер роста ну просто не на чем сейчас супер расти то есть речь идет о том с каких уровней будет пила или с каких уровней будет падение я бы так нам сказал вот поэтому что в принципе все спокойно то есть ничего не происходит разворота нигде нету скажем так поэтому мы просто наблюдаем с этим инструментом пока просто наблюдение заходить наверное с точки зрения спекулятивной уже конечно поздно вверх а этого делать не стоит те кто заходил вот здесь как мы обсуждали в предыдущих выпусках но они заходили все-таки больше с долгосрочной целью так тем надо и дальше держать вот если это спекулятивная была цель ну например вот здесь можно было зайти список спекулятивной цели в принципе здесь уже я бы наверно фиксировался один примерно к одному take profit и стоп лосс ну так себе сделка ну окей может быть нефть вот такая у нас интересная формация на самом деле вот такой разрыв сильный из-за того что сменился фьючерс то есть был соответственно майский фьючерс теперь июньский месяц исполнения сменился и соответственно произошел такой на на графике разрыв на самом деле разрыва этого нет можно даже посмотреть следующий контракт 7 2 это американская нефть wti тут все более называется красиво да то есть по факту не снижается и каких-либо поводов для оптимизма пока нету вот шортить нефть ну я бы наверное бы сейчас бы не стал бы потому что потенциал вниз не очень большой все-таки она и так уже сильно подешевела в три раза да за какие-то несколько месяцев наверное имеет смысл если вы верите в восстановление нефти имеет смысл формировать какие-то ланге допустим в опционах там до долгосрочно то есть просто покупать колы но это как бы так себе история это не совсем то чем я в основном занимать поэтому опустим это за скобками то есть можно сказать что нефть сейчас не интересно золотом более интересная история и в прошлом выпуске я говорил что вот такой резкий рост он как-то меня настораживает да и в общем то так и произошло то есть произошел откат как раз вот к этому уровню теперь это уровень поддержки и я в целом очень верю золото я думаю что в текущих условиях оно должно расти не то чтобы должно должно это плохое слово но скорее всего будет расти вот так вас высокая вероятность поэтому золотом более интересно сейчас в общем то надо подождать пока немножко утихнет волатильность то есть вот она да это размех размах колебаний и вот отсюда в общем то можем продолжить дальше рост плавненько аккуратно сейчас заходить рискованно потому что видите какая свечка была сильная вниз и непонятно куда ставить стоп то есть можем сюда пробить и ниже можем чуть-чуть выше уйти надо подождать немножко пока во первых мы выйдем за линию вот эту вот которая у меня прочерчена здесь ну и немножко начнем повышаться аккуратненько с медленной со слабой волатильности тогда можно вот то есть за золото надо смотреть ну естественно если она войдет обратно в нижний вот в этот канал который красным выделен то конечно же делать уже ничего не стоит то есть тут уже все стоп надо будет ждать дальше битком ну принципе вот эта вот зона как как мы обсуждали на прошлой неделе она такая волатильная здесь по-хорошему ничего делать не надо надо либо ждать если вы где-то раньше зашли шортить нет в лонг на наверное стоит заходить когда вот этот вот некий коридорчик такой мини он будет пробит вверх и тогда уже можно будет заходить вот либо пытаться выкупать такие вот просадки вниз ну не очень не самая лучшая стратегия конечно если вы очень-очень хотите зайти в биток наверное можно и попробовать но не самая она лучшая потому что пила может быть и можем отскочить потом опять вниз вниз упасть ну так в общем не очень комфортно биток тоже лонг аккумулировать держать на долгосрок на средний срок и долгосрок российский рынок немножко поинтереснее потому что произошел вот этот вот по сути разворотик такой да вот он и теперь создалась некая интрига то есть интрига заключается в том что либо это был как бы верхний край диапазона собственно ну и нарисованного либо это была некая коррекция по пути вверх и мы продолжим дальше расти пока что наверное я бы поставил бы на то что это был верхний край и отсюда в общем то имеет смысл заходить short тем более что скорее всего российский рынок откроется вниз потому что фьючерсы на snp немножко припадают но не сильно скорее всего то есть непонятно здесь хороший сетап вниз сейчас вот прям до со стопом где-то вот под корень вот этой свечки то есть где-то вот сюда на 112 200 может быть чуть ниже там на 100 111 500 101 112 так ну и с целью вот сюда да наш на 85 вот такой трейд принципе просится опять же если тут понятно где ставить стоп то есть четкая формация если будет расти и дорастет вот досюда то ну скорее всего это стоп для этого трейда соответственно все понятно покупать вот здесь я бы не стал бы потому что похожая ситуация была тут но здесь то смотрите какой был сильное падение и потом уже рост да потом то есть можно было заряжаться на ростом потенциал был а сейчас уже потенциал ну куда мы наверх будем вверх будем расти сильно честно не думаю не российский рынок с такой нефтью выглядит не очень перспективным здесь почти что зеркальная картинка очень важно сейчас смотреть то что то что будет вот здесь происходить вот в этой зоне потому что либо будет движение как бы 10 100 и вниз ну маловероятно но такой тоже может быть вот либо наиболее вероятно движение все-таки будет вверх и вот здесь цель как раз 80 то есть такая развилка получается ну вот этот мой вариант уберем потому что он на мой взгляд маловероятен у нас есть четкое позиционирование то есть понятно где стоп если заходить час на рост доллара то стоп это где-то 72 70 ну где-то 73 вот так понятно как здесь действовать основные инструменты посмотрели то есть наверное самое интересное для трейда это золото это российский рынок и рубль-доллар еще можно вот упомянуть такой инструмент как mg это и тф на марихуану долго-долго падал аж с начала девятнадцатого года и вообще в принципе индустрия интересная она сейчас очень дешево стоит она в общем-то имеет неплохой потенциал и вот здесь вот ну можно сказать такой мини разворотной информации образовалась вот то есть волатильность упала до ветер об волатильность упала и теперь в принципе может быть дальше рост вот и понятно куда примерно ставит стоп на уровень где-то 10 можно торговать отдельной компании я просто пример привел вот mg это и тф на акции производителей марихуаны просто для тех вот может быть кто хочет интересуется какими-то более нишевыми инструментами если в принципе посмотреть карту s&p 500 то есть это все акции которые входят в s&p 500 они здесь визуально вот я поставил здесь три месяца перфуман за три месяца то есть это по сути получается как раз все падение отскок уже интересно посмотреть вот кто по сути выиграл из всей этой ситуации кто в плюсе walmart amazon microsoft такие компании принципе производители медицинские то есть хеллс кэр и фарма биотехнологии gelid science выросла на 32 процента реган плюс 50 процентов в принципе вот такая штука интересно если кто-то хочет проанализировать американский рынок на предмет того что происходит вот такая штука есть finvis ком называется maps карты вот и здесь можно поставить performance там допустим за любой период и посмотреть визуально как что происходит объем как бы размер квадратика это собственно капитализация этого сектора по сравнению с остальными в индексе хотел еще сказать что у меня есть телеграм-канал где различные новости в моменте то есть не раз в неделю более какие-то вещи которые в моменте происходит о них я пишу называется он георг в лайф вот так вот георг в лайф если у кого-то есть необходимость в более оперативной информации то подписывайтесь там конечно не только про трейдинг там и про лайфстайл и музыку я даже иногда туда пущу но тем не менее вполне может быть интересно тем кому нравятся мои обзоры вот ну и в чем-то на сегодня наверное все спасибо всем и хорошей неделе удачи что говорят о происходящем эксперты куда можно инвестировать сегодня на что обратить внимание заходите в плейлист деньги на youtube-канале финверсия т.в янард эльман михтеев петр пушкарёв и георгий вербицкий в своих авторских рубриках поделятся своей точкой зрения рубрики экспертов можно найти в текстовом формате на сайте финверсия точка ру